Вот у нас арбузики, пока что еще не товарного вида, но уже, так сказать, подающие надежды на то, что они вызревают. И вот сейчас момент такой, сейчас вот они растут, по идее нужно брать и отрывать вот эти кончики вот так вот, хоп, хоп. А это зачем? Чтобы арбузы развивались, да, как-то, чтобы они вызревали, по крайней мере. На этот раз шоумен Дмитрий Беляев предстал в необычном ампула садовода. К делу он подходит со всей серьезностью, чего только нет на его дачном участке. Три ягоды, помидоры, перец, виноград и главный герой – арбуз. Точнее, три пока еще маленькие бахчевые ягоды. Четыре года назад Дмитрий уже выращивал арбузы на своем участке и уверяет – было вкусно. Такие районированные сорта арбуза, огонек и прочие, многие, ну, просто их знают тоже люди, которые выращивают. Они не крупные по размеру, такие вырастают, гандбольный мяч, скажем так, да, но они внутри красные, с черными семечками маленькими, то есть они вкусные, сочные. Сейчас все больше людей стараются выращивать арбузы и дыни на своих приусадебных участках. Так оно надежнее. Кроме воды и тепла ничего не используется. А натурально – значит полезно. Выращенное своими руками всегда вкуснее. Но если альтернативы нет, можно купить арбуз в магазине или на рынке. Сезон был открыт 15 июля. При этом продавцы заверяют – самые первые арбузы и дыни были с нитратами. Сейчас их везут в основном из Дагестана. Там сезон начинается значительно раньше, поэтому бахчевые успевают созреть прямо на грядке. Уже скоро начнут возить дыни и арбузы из Астрахани, позже – из Краснодара и уже в сентябре-октябре – из Ростова. Для обывателя выбрать сладкий и спелый арбуз – целая наука. Хотя продавцы уверяют – здесь все просто. Арбузы и дыни имеют богатейший состав витаминов и микроэлементов. И те, когда обладают целым рядом полезных свойств, среди которых улучшение зрения сердечно-сосудистой системы, борьба с анемией, укрепление иммунитета, список можно продолжать еще долго. Но не менее полезно для здоровья и выращивания арбузов. Ведь давно известно, что природа – лучшее лекарство. Дмитрий Беляев знает об этом не понаслышке. Он на даче с детских лет. Сейчас для него свой собственный уголок природы – это отдушина от городской суеты. Постоянные мероприятия, которые по выходным в основном проходят. И вот это много народа, шум, гам, музыка, дискотека – все это немножко так постепенно голову заполняет. И хочется такого единения с природой, тишиной. И вот приезжаешь именно на такие вот участки, места свои и начинаешь ухаживать в тишине, за растениями. Пока Дмитрий ждет урожай арбузов, уже строит планы на следующий год. Возможно, будет расширяться и поставить вторую теплицу. Тем же, кто не может похвастаться арбузами на своем огороде, придется довольствоваться тем, что предлагают магазины и рынки. Но не стоит забывать, что ко всему нужно подходить разумно. У продавца всегда можно попросить сертификат соответствия. И если его нет, покупать, конечно, не стоит. Ведь со здоровьем шутки плохи. Мария Руда и Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова